Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Главное». Сегодня суббота, и, как обычно, в этот день ее веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас в студии специальный гость – это министр экономики и инфраструктуры Республики Молдовы Сергей Раилян. Господин Раилян, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии, в новой должности. В последний раз вы были у нас в студии, когда руководили тоже немаловажной структурой, связанной с министерством экономики. Сегодня у нас в должности министра экономики. Быстро все меняется. Как быстро вы влились в процесс? Очень интересно узнать, тем более, что вы приступили к своим обязанностям в очень непростой, так скажем, наверное, период. Добрый вечер и спасибо за приглашение. Да, непростая сейчас у нас ситуация и в стране, и в регионе. Но у нас в министерстве экономики, как говорят некоторые руководители стран соседних, нет времени для раскачки. У нас не было времени, поэтому мы понимаем, насколько важно сейчас принимать правильные меры и насколько важно время. И поэтому мы в нашей команде, в министерстве экономики, а также с нашими коллегами, с Нацбанком, министерством финансов, сельского хозяйства, мы создали группу, специальную группу, где мы в каждый день работаем над нашими средними, текущими и долгосрочными планами. Мы, скажем так, мы не работаем только для выявления решения, связанных с ковидом, но мы очень понимаем, что этот кризис закончится, и нам придется очень упорно работать над решениями, посткризисными ситуациями. И поэтому мы в каждый день также имеем прямой контакт с бизнес-ассоциациями, со всеми экспертами, со всеми платформами, чтобы мы приняли самые лучшие и самые правильные решения. – Господин Райлян, ни для кого не секрет, что общая ситуация пандемии, она негативно сказалась на экономике всего мира. Молдова – это страна с открытой экономикой. Понятно, что нас так или иначе этот процесс и этот кризис заденет в негативном плане. Вы знаете, рядовому гражданину Республики Молдовы всегда очень важно знать, какого уровня экономические трудности и в каких сферах в основном нас ожидают? – Ну, конечно же, этот кризис затронут все уровни экономики Республики Молдова. И мы понимаем, что есть внешний фактор, влияние внешнего фактора, есть внутренний фактор. Также мы, работая с нашими партнерами по развитию, получаем прогнозы от Международного валютного фонда, Мирового банка. На базе этих прогнозов мы уже можем сделать какие-то прогнозы и доводить до наших граждан, до нашего бизнеса, какие есть перспективы, какие отрасли будут самые больше вовлечены в этот кризис. Безусловно, есть отрасли, как хорика, туризм, они пострадают самые большие, и мы должны быть готовы помочь этим отраслям в первую очередь прийти с решениями для них. А какие прогнозы они дают развитие туризма, агентства по развитию туризма при Министерстве экономики? Ну, одно дело, дают прогнозы международные структуры, но есть внутренние структуры, которые постоянно занимаются. Это организация, например, EDIM, которая постоянно мониторит и дает прогнозы по... оценивает ситуацию в сфере развития среднего и малого бизнеса, например, агентства, которые занимаются развитием туризма. Какие прогнозы у них? Есть ли уже какие-то выработанные предложения, которые они дают? Ну, например, вот для понимания, для цифр, чтобы вы поняли, план развития страны в бюджете, мы планировали 4-5% падения экономики, а крештере экономики в нашей стране, планировали следующие годы. Так, прогноз, который мы сейчас получили, он минус 3% получается. И чтобы вы понимали, в 2009 году, когда у нас был тот финансово-экономический кризис, у нас тогда было минус 10%. И у нас есть прогноз, который показывает все отрасли, и хорика, и авиационная промышленность самые уязвимые, и пострадают самые большие. Если этот кризис продлится 2 месяца, как мы и планировали, до 15 мая, то мы планируем уже, что где-то к середине следующего года мы уже выйдем на запланированные цифры, которые мы планировали в начале этого года. И также исходим от этих цифр. Хорошо, господин Ролян, 23 апреля на этой неделе парламент принял целый ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Я также читала и ваши некоторые интервью, когда вы готовились к этим мерам и предложениям. Можете подробнее рассказать о них? Да, безусловно. То есть мы, все меры, которые были предложены правительством, мы исходим от текущей ситуации, которую мы сегодня имеем. Если бюджет свертывался в начале этого года с дефицитом минус 7,4 миллиарда лей, и мы знали очень точно, как будет покрываться этот дефицит, то, беря в учет последние данные, последний прогноз минус 3%, мы увидели, что у нас будет минус 6 миллиардов лей недосчетов в бюджет. Также спрогнозировали, что мы увеличим бюджет на 2 миллиарда в здравоохранении, потому что для нас самое главное сейчас – это, конечно, здоровье людей, жизнь людей. Ну а после этого, как закончится, как я говорил, и кризис, начнем уже думать, как реабилитировать экономику. И в этом случае у нас дефицит превратился в порядка 16 миллиардов лей. Конечно, после призыва правительства, чтобы все публичные и агентства, предприятия и министерства сделали ревизию в своих расходах, мы пришли с предложением каждое министерство. Например, вот у нас в Министерстве экономики из нашего плана в 5,8 миллиардов лей. У нас после анализа и ревизии этих расходов мы предложили убавить 700 миллионов лей. И после ревизии бюджета у нас получился дефицит в минус 16 миллиардов лей. И теперь, беря в учет… Но это тоже очень большая сумма. Конечно же, большая сумма. Но мы сейчас анализируем источники, чтобы покрыть эту сумму. Мы предложили, что часть этой суммы будет… Источник будет международные валютные фонды. И вы, как уже и знаете, что валютный фонд одобрил кредит в 235 миллионов долларов. Также у нас в плане был российский кредит в 200 миллионов евро. И заимствование на внешнем рынке порядка 4 миллиардов лей. И исходя уже от этих расходов, от этих планов расходов дефицита бюджета, мы уже можем исходить с предложением, которое правительство вышло. И эти предложения – это первая часть, которую мы предлагаем для бизнеса, для населения. Я могу напомнить еще один раз о главных вот этих мерах, которые мы предлагаем. Это, во-первых, отложение фискальных налоговых отчетов. Также компенсация расходов по налогам соцстрахования, медицинских ассигнований, и также налог на прибыль в случае, если предприятие выплачивает зарплату своим сотрудникам. Это в 100% покрытие расходов, если это предприятие попадает под решение комиссии. И 60% компенсируется в случае тех предприятий, которые косвенно были затронуты решением комиссии. Также было предложено снизить ставку НДС в Хорико с 20% до 15%. Было принято решение помочь бизнесу кредитованием компенсацию процентной ставки на сумму трех зарплат. Берется в учет зарплата за декабрь, январь и февраль. И государство придет с покрытием процентной ставки в случае, если предприятие возьмут этот кредит в банках. Также еще одна очень важная помощь для бизнеса – это НДС к оплате. У кого он положительный, предприятия смогут на эту сумму не платить государству налоги. Где-то так получается, в кэше они выиграют до конца года, были сделаны, мы посчитали, что это будет где-то миллиард лей, опять придет помощь бизнесменам. В серии сельского хозяйства, например, те предприятия, которые до сих пор имели только 100% в бизнесе сельскохозяйственную отрасль, они получали скидку в 6%, когда они платили налог на прибыль. Сейчас, и если это предприятие имело какой-то побочный маленький какой-то бизнес, он не имел права брать вот эту скидку в 6%. Сейчас пришли на помощь, мы 95% если у него сельскохозяйство, опять вот это побочное, то тогда он получает вот эту помощь от государства. Но я как повторяюсь, это первая часть помощи, которой мы приходим к бизнесу. И, конечно, мы думаем и о других, мы встречаемся с бизнес-ассоциацией еженедельно, скажем так. Знаем опыт наших соседних стран. То есть мы готовы обязательно послушать и перейти с помощью к бизнес-сфере Республики Молдова. Вот я стараюсь по возможности смотреть заседание парламента 23 апреля, когда было заседание. Естественно, я уже предварительно знала, что вы будете у нас в эфире, и старалась уделять больше внимания вопросам экономики. На том заседании депутат парламента, представитель Демократической партии господин Гузум заявил, что Минэкономики готовят еще дополнительный ряд мер по поддержке бизнеса. Какие еще меры вы готовы уже? Готовы ли вы рассказать еще о каких-то мерах, которые вы планируете принять и утвердить правительством? – Безусловно, и спасибо за этот вопрос. Мы в Министерстве экономики посредством организации АДИМ, это организация по поддержке малого и среднего бизнеса, имеем несколько программ. имеем программу «Фемея на Фачере». Женщины-предприниматели смогут получить до гранта в размере 1 700 000 лей. Этот грант женщины-предприниматели смогут получить на производство, на оборудование, на софт, на инфраструктуру для развития бизнеса. Также у нас есть программа «В 100 миллионов лей» – это гранты и гарантирование кредитов. То есть, если предприниматель хочет взять кредит, мы можем гарантировать до 50% от кредита, что это очень важно для любого предпринимателя. Доступ к деньгам, к дешевым деньгам и быстрый доступ. Беря в учет текущую ситуацию, мы разработали совместно с АДИМ программу по продажам своей продукции онлайн. Для этого у нас есть программа «Екоммерс». Мы выделили для этого 20 миллионов лей. Будут поддержаны те предприятия, которые будут стараться продавать свою продукцию через веб-сайт онлайн. Будем помогать создавать эти веб-сайты, помогать им продвигать свою продукцию для местного производителя. Я читала ваше интервью, извините, что перебиваю. Там вы говорили о том, что через Пошту Молдови будут продвигаться и как-то реализовываться молдавские продукты. Я не совсем поняла, как это будет действовать. Мы предложили в этом проекте вместе с Поштой Молдовой и с таможней, чтобы Пошта Молдова была брокером. Этот проект еще на стадии развития у нас, чтобы Пошта Молдова была каналом по сбыту и реализации продукции. Это очень хороший и важный проект, и мы хотим его очень быстро сейчас продвигать. Есть какие-то страны, которые уже реализуют данный проект? Да, конечно, наши соседи, особенно в странах Балтии, они успешно развиваются на этом поприще. И мы знаем, как это сделать. Обязательно мы этот инструмент будем пользоваться им, потому что после этого кризиса уже весь мир изменится. То есть это все знают, все об этом говорят. И мы должны, чтобы экономика развивалась, мы должны искать новые пути для того, чтобы продавать нашу продукцию и на местном, и на внешнем рынке. Господин Рыльян, значит, после последних событий, которые произошли на этой неделе, вот российский кредит, который должен был быть ратифицирован на этой неделе, но ратификацию отменил Конституционный суд, я созванивалась с очень многими экономистами, которые объяснили мне, что сейчас остро необходимо, чтобы молдавская экономика была наполнена ликвидностью. И этот кредит крайне был необходим для правительства, для бюджета Молдовы. Вот после отмены, что будет дальше? И что будет с другими кредитами? Ну, я бы хотел вам сказать, что я начал свою профессиональную карьеру в банке, я был кредитным специалистом. Выдавал кредиты, делал анализ, финансово-экономический анализ предприятию. И в текущей ситуации, если сделать анализ, посмотреть, что происходит в соседних странах, у нас есть опыт Болгарии, Украины, страны, которые берут кредиты на внешних рынках и по цене в 2,8%, 3,5%, 4,8%. То есть я, что касается тематики российского кредита, здесь смотрю только через призму финансиста и экономиста. Меня интересует, что эти деньги очень важны сейчас для нашей страны, для текущей ситуации, особенно сейчас. Меня интересует больше техническая часть суммы, то, что у нас там будет, будем выплачивать этот кредит только с 15 марта следующего года. То есть процентная ставка привлекательна для текущей ситуации. Поэтому я от социального абстрагируюсь. Насколько это навредит нам? На сегодняшний день, насколько этот кредит нам был необходим? Ну, как говорят, знаете, ложка дорога к обеду. Сейчас нам нужны эти деньги. Нам нужны любые деньги. Конечно, с рациональной стоимостью обязательно. И мы готовы сейчас... Мы, конечно, ищем самое лучшее решение. И вот, как вы заметили, у нас будет и кредит из Международного валютного фонда. Наши другие зарубежные партнеры помогают нам с кредитованием. Но, как я вам и говорил, что у нас сейчас дефицит в минус 16 миллиардов лей. Мы обязательно должны покрыть вот этот дефицит. И мы сейчас говорим о оптимальном сценарии в минус 3%. То есть если... И все зависит, что будет у нас за дверью на второй день. Как будет развиваться кризис? Как будет развиваться кризис, конечно. Да, у нас есть положительные посылы из Европы, что уже некоторые большие городообразующие, скажем так, отрасли, как автомобильное строение, в Европе начинают работать. И это очень важный посыл для нас. Потому что здесь у нас очень много больших предприятий, которые работают на автомобильную отрасль в Европе. Особенно в свободных экономических зонах. Да, в свободных зонах. Да, у меня на прошлой неделе была встреча со всеми экономическими зонами. Я поинтересовался, как обстоят дела. То есть они готовы, они готовы все уже работать. И уже у некоторых есть даже заказы. То есть это обнадеживающе. Хорошо, господин Реолян, мы обязательно поговорим еще о крупном бизнесе, который представлен в Молдове. Но хотелось бы узнать с кредитами, что мы будем делать дальше? Какие перспективы? Если у нас перспективы еще заимствования где-то кредитов, например, Турция, например, Китай на выгодных условиях, какие будут выходы из ситуации? Я думаю, что мы должны искать, мы должны, конечно, как и в любой экономике, мы должны искать самые дешевые и самые лучшие кредиты. На сегодняшний день у нас долг Республики Молдова в 73 миллиарда лей. По сравнению с другими странами уровень заимствования финансовых показателей по сравнению с экономическими показателями, как внутренний валовый продукт, мы с другими странами, показатели достаточно хорошие. Но, конечно, мы же должны искать, развивать экономику, чтобы мы пришли к тому времени, чтобы не брать кредиты. И поэтому мы в Министерстве экономики уже себе предложили по всем нашим структурам экономики, по госсекретарям у нас есть, по 4-5 очень важных проектов, которые, если мы пойдем, будем работать усердно каждый день, то мы все-таки добьемся результата, который мы хотим, развития в 4-5% ежегодно, чтобы мы дошли до того времени, чтобы не заимствовать кредитные средства. Понятно. Хорошо. Господин Райлян, скажите по поводу, какие еще меры и решения на государственном уровне необходимо срочно принять, для того, чтобы как можно быстрее преодолеть эту ситуацию, которая сложилась? Ну, мы на сегодняшний день, как я и говорил выше, не думаем только о текущей ситуации, связанной с ковидом. Потому что на сегодняшний день мы предлагаем почти ежедневно на комиссию разные решения проблем, которые сегодня у нас происходят. Например, пару дней назад у нас открылся еще один пункт транзита в Джорджулештах, до сих пор был только в Левушенах. Разблокировали порт Джорджулешт, поскольку ситуация была оригинальная такая, было все заблокировано. Дальше проект «Газодукт» Унген Яш. Он с прошлой недели опять начал работать в больших темпах. Мы разблокировали через комиссию. Конечно, после кризиса мы должны уже думать о таких перспективах, как поддержание местного производителя. У нас закон есть в парламенте, который ждет своей участи. Это внутренняя торговля. Это очень важный закон, который даст, конечно, импульс для развития сельского нашего производителя. Также жизнь показала, что мы должны сконцентрироваться на e-экономии и e-commerce. Вот эта буква для нас сейчас будет очень важной. Также мы предложили, и правительство приняло решение о продлении срока для IT-парков. Еще на 4 года будет для них, как-то правильно сказать, налоговая льгота. И вот чтобы вы поняли в цифрах, когда IT-парк создавался в 2017 году, продажи IT в Молдове было порядка 2 миллиардов лей. После создания этого парка мы в прошлом году дошли до цифры в 6 миллиардов лей. И вот в кризис, когда все бизнесы закрывались технически из-за этой ситуации, IT-парк работал дальше, потому что большинство IT-шников могут работать удаленно. Они получали зарплату, выплачивались все налоги. То есть вот такие бизнес-проекты мы должны поддерживать и в будущем. Это на перспективу, да. Это стратегически важный момент на поддержку государства. Вот с недавних пор стало ориентироваться очень серьезно на поддержку IT-технологий и их развития в Молдове. Но говорят о том, что и в этой отрасли мы столкнулись с острой нехваткой кадров. Это так или нет? Ну, нехватка кадров это не только у нас. Это во всех странах и во всех наших соседях. Но есть очень хороший проект в Бельцах и в Аргееве. Это техпрофучилищ. Очень хороший, как и говорил, проект. В Гагаузии планируют открыть при поддержке Турции. Да, в Гагаузии. И у нас есть проект. Сейчас он на стадии обсуждения с Министерством финансов для поддержки вот таких техпрофучилищ. Училищ, да, которые готовят вот таких специалистов. Также было предложено, что вот эти предприятия, этот бизнес, который поддерживает, чтобы были какие-то и налоговые льготы, чтобы эти расходы были... Коментировано на то, для того, чтобы развивать эту тему и поддерживать. Хорошо, господин Рыльян, очень важная тема. Как повлияла вообще эпидемия на инвестиции? Как мы будем привлекать в этих условиях инвестиции в молдавскую экономику? Какие прогнозы может дать агентство по привлечению инвестиций по туризму? Что будет? На этой неделе у нас была встреча с американской промышленной палатой, АМЧАМ. Они нам представили отчет. Они сделали опросник 315 компаний. То есть очень качественный отчет. И мы из этого отчета увидели текущую ситуацию. И исходя из этого отчета, мы узнали, какие планы у всех предприятий, у бизнеса и так далее. Вот так где-то 70% из предприятия планируют приостановить свои инвестиции. Это частный сектор, скажем так. Что касается на государственном уровне, мы где-то посчитали, что эти инвестиции где-то снизятся порядка на 5%. Но, как я и говорил, мы уже планируем, если этот кризис продлится всего лишь 2 месяца, то тогда где-то в середине следующего года мы выйдем уже на запланированные цифры. А уже 15 июня некоторые отрасли будут показывать какие-то положительные динамику. Да, ну, безусловно, все об этом говорят и все отчеты, что, как я и говорил, авиация, хорика, даже здесь у меня есть цифры, транспорт, хорика, самые такие отрасли, которые были инфлуенциативные негативные показатели. Понятно. Спасибо большое. Мы прервемся на короткую рекламную паузу. Она пролетит незаметно. Оставайтесь с нами. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодня у нас в студии специальный гость. Это министр экономики и инфраструктуры Республики Молдовы Сергей Раэлян, господин министр в продолжении нашей беседы. Вы рассказываете и описываете довольно-таки радушные и позитивные перспективы, которые ждут в экономическом плане нашу страну. Но мы с вами договорились, что не будем обсуждать. Вы не хотите затрагивать никакие политические вопросы, говорить на какие-либо политические темы. Но все же я не могу не отметить то, что сегодня оппозиция говорит о том, что Молдову ждет полная инвестиционная изоляция, что ждет финансовая блокада, что никто из стран, партнеров не хочет практически сотрудничать с Молдовой. Вы, будучи внутри, в министерстве, сталкиваясь с этим каждый день, какую оценку можете дать? Ну, я хочу ответить цифрами. Уже в первую неделю, будучи министром экономики, я встретился и с представителями Мирового банка, Международного экономического банка по развитию, БЕЙ, со всеми, потому что у нас в текущем портфеле очень много больших проектов. Проекты по инфраструктуре. Такие проекты, как электрическая линия Вулканешт-Кишинев, back-to-back, интеграция Молдовы посредством электрической линии с Европой, это Вулканешт и Сочея. Потом очень большой проект, 75 миллионов, мы на прошлой неделе, позапрошлой неделе в правительстве утвердили кредит банка БЕРДБ на 75 миллионов, проект по энергетической безопасности и развитию страны, мы будем улучшать публичные издания посредством... Как еще? Клорительное. Да, амбонататсириаклодирилор, шифичитизарилор. Это приведет к снижению расходов по электроэнергии, по теплу где-то от 20 до 30 процентов. Огромнейший проект и очень важный проект. То есть он продолжается? Да, также проект про инфраструктуру, дороги. Очень важный проект, даже на следующей неделе у нас будет тендер по реабилитации железной дороги с Бендер до Джорджелешти. К нам со следующего месяца начнут привозить эти новые локомотивы. Придут 12 локомотивов в Молдову. Опять же, очень большой проект. Другой очень важный проект, который, опять же, мы подписали недавно соглашение. Это будет по улучшению термоэлектрики. То есть будут ремонты генераторов и улучшение состояния инфраструктуры. Да, это опять же приведет к тому, что мы сможем получить более дешевую тепловую энергию. И это все потом... При поддержке зарубежных партнеров. Да, при поддержке зарубежных партнеров. И вот все эти проекты приведут к тому, что простой гражданин начнет платить меньшую фактуру за тепло и за электроэнергию. Также у нас есть сейчас в разработке проекты по инфраструктуру, по ремонту дорог. Дорога Бельца-Крива, опять же, с нашими зарубежными партнерами. Хорошо, господин Рейлян, вот вы говорите с зарубежными партнерами, но на дороге, на наращивание инфраструктуры в сфере дорог была сделана очень большая ставка. Понятно, что для инвесторов это очень важный показатель состояния дорог и так далее. Но был даже заложен определенный размер бюджета на изменение инфраструктуры в дорожном плане. Как сейчас, в кризисной ситуации, насколько она повлияет? Насколько мы вписываемся в этот план? Мне кажется, насколько возможно реализовать эти проекты вообще, связанные с дорогой? Да, вы правы. В начале года, когда сверстывался бюджет, у нас на инфраструктуру был один бюджет. Для понимания цифры, дорожный фонд у нас 1,75 млрд. Также мы запланировали очень много амбициозных проектов по инфраструктуре. Но, к сожалению, из-за кризиса мы немножко поурежем. То есть все-таки будет сокращено? Ну, не настолько существенно, потому что, как я и говорил, наши партнеры могут возместить вот эти расходы, которые мы планировали из нашего бюджета. Они смогут прийти, переориентироваться и покрыть вот этот расход кредитами из-за рубежа. Наши партнеры Бея, Берда, Мировой банк. Понятно. Но все же зависит очень многое, наверное, от того, каким образом будет складываться сложившаяся ситуация, которая не зависит ни от вас, ни от, наверное, даже высшего руководства страны, а от ситуации, как она будет складываться в мире. Вы как хороший менеджер, конечно, это вопрос не совсем по адресу, но все же сейчас очень важно. Как вы считаете, в каком состоянии у нас медицинская инфраструктура, чему нужно уделить как можно больше внимания, насколько мы готовы были встретить этот кризис, связанный с пандемией коронавируса? Ну, ситуация показала, например, как у наших соседей Италия, Испания, что не были готовы все. Я вот как простой гражданин смотрю, как ситуация у нас в стране развивается. Да, безусловно, приоритеты после кризиса мы немножко должны поменять. Должны медицинскую инфраструктуру, мы должны быть готовы... Поставить во главе угла. Мы должны быть готовы к следующим, не дай бог, опять же таким ситуациям. Но по сравнению, конечно, с другими странами, как я говорил, ситуация под контролем у нас с точки зрения, скажем так, некоторых бизнесов... Вот я позавчера был в Неспаренах, в инкубаторе, я увидел предприятие, которое работает сейчас только для масок. Пару месяцев назад они работали только на экспорт в Англию, и они переквалифицировались буквально за пару недель. Да, есть малые проблемы с поставками сырья, но этот вопрос решается. Они тоже решаемы? Они, да, они решаемы, потому что мы так ежедневно с министерствами решаем проблемы с нашими партнерами из Украины, из Румынии, мы на связи. Да, есть вот некоторые неудобства сейчас с Турцией, но там же также решается вопрос, то есть граница не заблокирована, и можем решить эти вопросы. Хорошо, вот мы говорили о внешних инвестициях, о внутренней инвестиции. Я помню, что буквально несколько лет назад в Министерстве экономики делало очень большую ставку на развитие промзон больших, да, они были построены, они развиваются. Каким образом они сейчас развиваются? Есть ли какие-то предложения или какие-то проекты для того, чтобы местный бизнес хотел и стремился вкладывать и развивал эти промзоны, развивался? Да, я утверждал выше, что я встречался со всеми экономическими зонами, промзонами. Мы говорили о текущих проблемах, о планах. Конечно, все зоны хотят и дальше развиваться. Есть видение, как развивать эти зоны. У нас есть очень хороший проект, над ним мы работаем. Мы планируем для регионального развития Молдовы определили где-то еще 16 точек, скажем так, для развития промышленных кластеров. Да, потому что только создание вот таких зон мы сможем развить регионально и поднять и сельскохозяйственные предприятия, и в купе с новыми инновационными идеями, как я и утверждал, с продажами онлайн и коммерц. Конечно, эти проекты имеют будущее. Также мы знаем, сколько это стоит. Обычно вот такая зона, кластер такой, где-то 20 тысяч квадратных метров нуждается. Это зона, где есть промышленная территория, есть административная зона, также есть и социальная инфраструктура, там садики, профтехучилища и так далее. Примерная стоимость вот такой одной зоны где-то 10 миллионов евро, и первоначальный взнос, бюджет где-то 14 миллионов лей. То есть вот этот наш план, и мы будем стремиться развивать этот план и развивать вот эти 16 зон, которые мы обусловили, что будем развивать. Понятно. Вот вы говорили по поводу создания переквалификации, по поводу создания таких, так скажем, учебных инкубаторов и училищ профессиональных для IT-сферы. Но я знаю, что очень большая проблема для инвесторов, я слышала, по крайней мере, об этом, вы сейчас подтвердите или опровергните это, что наши крупные инвесторы сталкиваются с нехваткой кадров не только в IT-секторе, но и в других сферах. То есть люди не хотят работать, и крупным инвесторам, которые открывают крупные предприятия, они не могут найти достаточное количество кадров, которые согласны работать на ту заработную плату, которая предлагается. Хотя условия довольно-таки, по словам некоторых, неплохие. Вот, например, у меня есть знакомый, у него есть фирма по подбору кадров для таких крупных компаний, инвесторов, которые тут открываются. И он говорил, что в селах, в маленьких городах предлагают людям проезд до предприятия, обед и назад проезд до дома, предлагают зарплату в размере 6 тысяч лев и полный социальный пакет, но люди отказываются работать. То есть тоже нехватка кадров. Это так или нет? Ну, конечно, нехватка кадров – это не наш национальный вопрос, а оригинальный, скажем так. И, как говорил Уинстон Черчилл, «Don't waste the crisis». Может, вот в этом кризисе есть… Какие-то плюсы? Плюсов, конечно, мало, но сейчас возвращаются наши сограждане из-за зарубежа. И поэтому, как я и упоминал о нашей программе ODIM, кстати, советую всем мелким предпринимателям, те, которые хотят создать какой-то бизнес, предприниматели, которые сейчас работают и хотят попробовать уже продавать свою продукцию онлайн, зайти на сайт ODIM.md, где есть очень детальная информация о наших программах. И там до сих пор есть программа «Пари 1 плюс 1» на каждой лей инвестированной. Мы идем с одним леем. Женщина в бизнесе, также молодежь в бизнесе. Новая программа, которая сейчас у нас есть. Гранты для женщин, которые я говорил, в миллион семьсот тысяч лей. И вот вкупе с этими программами мы постараемся, чтобы целые семьи оставались здесь в Молдове и начали работать. И если косвенно семья остается здесь, другой член семьи сможет уже работать на этих предприятиях, которые у нас в Аргеве, в Белцах, в Вулканештах и в Камрате. То есть мы постараемся, чтобы эти большие инвесторы этой нашей помощью и в прямом, и в косвенном виде помочь им и с работниками на этих предприятиях. Понятно. Я для телезрителей поясню, что ODIM – это организация по развитию бизнеса. Она не только оценивает ситуацию в сфере среднего и малого бизнеса, но и эта организация при Министерстве экономики, которая и предлагает, и старается помочь реализовать целый ряд важных проектов или тех, кто собирается заняться бизнес-проектами. Правильно все, да, господин министр? Да, да, да. Совершенно правильно. Скажите, пожалуйста, вот очень многие говорили по госпредприятиям. Есть ли какие-то госпредприятия, которые планируются выставить на приватизацию на данный момент? Ну, согласно проекта бюджета, есть перечень и список предприятий, информация более детальна на агентство публичной собственности. Но я бы хотел отметить, что в Министерстве экономики есть проект с Мировым банком. Там до конца года у нас будет очень качественный документ и проект, которые на базе этого проекта мы сможем делать более качественную оценку тех предприятий, которые могут быть приватизированы, могут быть предложены приватизацию. И, конечно, там такие важные факторы, как безопасность страны и другие анализы этих предприятий. Этот документ будет нам помогать ответить на ваш вопрос, какие предприятия должны и как они должны быть приватизированы. Хорошо. Хотелось бы еще у вас спросить. Относительно недавно Молдова присоединилась к Евразийскому банку. Какие преимущества нам дают эти проекты? Молдова является... Мы еще не присоединились к банку, то есть мы ведем сейчас... Переговоры? Ведутся не то, что переговоры, а анализы и так далее. Конечно, по-моему, Молдова должна быть там, где ей выгодно. И иметь хорошее отношение со всеми. И, как в этом случае, как и говорил, делать анализ, что происходит на рынке. И там, где более лучшие, дешевые, скажем так, и кредиты, и условия, мы должны воспользоваться этим преимуществом. Когда начнется новая фаза сотрудничества с МВФ? Ну, мы вот только на прошлой неделе, как деньги с МВФ уже пришли, и тут уже более технические вещи уже. И, как и объявил господин премьер-министр, мы уже готовы к новому сотрудничеству по новой программе с МВФ. Вы знаете, многие говорят о том, что, в принципе, ставят под сомнение выгоду кредита, который придет от МВФ. Хотя я общалась с многими экономическими аналитиками, людьми, которые делают какие-то прогнозы. Они говорят, что это все неправда, то есть, что мы не попадем в долговую яму, и, в принципе, кредит от МВФ нам очень нужен. Хотелось бы услышать и ваше мнение по этому поводу. Ну, я опять же вам говорю, что я смотрю на кредит и на анализ через призму банкира и экономиста. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что кредит в МВФ 235 миллионов долларов 78 миллионов и 157 миллионов. Составляет из двух частей. Первая часть – это у нас кредит по нулевой ставке. Вторая часть кредита в 156,7, как я помню, 1,5% годовых и один комиссион в 0,5%. И уже по сравнению, как я и говорил, по сравнению, что сейчас происходит на рынке, то есть, это очень хорошая процентная ставка. И для нашей страны этот кредит очень важен сейчас. Господин министр, сегодня каждого рядового гражданина на Республике Молдовы волнует ваше мнение. На чем сегодня Молдова действительно, как в государственной экономике, может делать действительно большие деньги, на ваш взгляд? И как этого можно достичь? Возможно ли достичь нынешних условий? Ну, как и мы говорили, например, о такой отрасли, как IT, жизнь показала, что можно, делая ставки на такие большие проекты, вот иметь какое-то видение насчет вот этих больших проектов. Конечно, Молдова может воспользоваться ситуацией, что мы на перепуте, как всегда все говорят, между Западом и Востоком, быть каким-то хабом для нашей сельхозпродукции, для нашей другой продукции. То есть всегда есть место для того, чтобы развивать некоторые отрасли. Для этого нужно работать, усердно работать. И, конечно, мы получим результат, если все будем дружно в одной команде работать. В одно время на достаточно очень высоком уровне обсуждалось создание в Молдове 16 многофункциональных, промышленных, огромных площадок. Естественно, людей тоже это волнует, потому что это на местах и рабочие места, и стабильная какая-то заработная плата, и какой-то экономический рост. Вот в нынешних условиях ведется какая-то работа в этом направлении, или пока все приостановлено? Ну, мы говорили выше немножко вот этих промышленных площадков. Да, зонах или промышленных кластеров. Конечно, у нас этот проект есть, и каждая, любая экономическая зона, она старается иметь свой какой-то филиал в другом районе. Но, скорее всего, мы пойдем по этому принципу, по развитию вот этих площадок, чтобы Молдова была вот такими региональными центрами развития. Потому что это, безусловно, обязательно даст хороший результат. Многие также пишут о том, что сегодня молочная, сахарная промышленность в Молдове находится в критичной ситуации и чуть ли не находится в зоне исчезновения. В каких отраслях у нас сегодня на самом деле очень большие проблемы, которым стоит уделить внимание? Ну, мы встречались пару недель назад с сельскохозпроизводителями, с предприятиями, с молочкой, с сахарными производителями. Да, конечно, кризис всех коснулся, но мы не можем говорить о, скажем так, трагической ситуации в этой сфере. Есть, конечно, конкуренция, есть региональная конкуренция. Мы должны, вот когда парламент начнет возобновить свою работу, опять прийти к этому закону о внешней торговле. Потому что, если мы придем очень рационально, подойдем к этому вопросу, то тогда решатся очень многие вопросы, включительно вот тех, которые вы сейчас говорили только что. Вы, кстати, чуть выше также затронули тот момент, что вы очень часто встречаетесь и общаетесь с различными организациями, ассоциациями в сфере бизнеса. Вот когда вы с ними общались в последний раз, какие основные проблемы, какие вопросы поднимались? Ну, мы общаемся, скажем так, каждую неделю, разговариваю с председателями, может, ежедневно иногда, потому что мы получаем каждый день от них свои пожелания. Например, пару недель назад, когда мы на базе нашей группы, которую мы создали в Министерстве экономики, мы получили от них буквально где-то 200 предложений. Да, и мы где-то синтезировали в более такой узкий план. И вот из этого плана мы стараемся выводить понемногу вот эти предложения, конечно, исходя от наших финансовых возможностей. Встречались, встречаемся, будем встречаться с ассоциациями. Конечно, на первом месте, и даже вот из этого отчета, который мы обсуждали на прошлой неделе с АМЧАМ, на первом месте это, конечно, персонал. Персонал, и они, согласно расчетам, вот в этом кризисе, они где-то думают, что где-то 70% расходов по персоналу будут снижены. На втором месте, конечно, у них из проблем это доступ к финансам, дешевым финансам. Третье, четвертое место это доступ к сырью, но это больше зависит от границ, как они сейчас закрыты и насколько они откроются. То есть мы в прямом контакте ежедневно с бизнесом. Я сам был, вот как вы заметили, и в ОСЕПЕ, и руководил и табачной фабрикой, и одним из самых больших предприятий в Румынии металлургическом, в банке работал. То есть мне не чужды проблемы предприятия, мне не чужды проблемы людей. Как они получают зарплату, какие у них есть проблемы. То есть мы понимаем эти проблемы, мы знаем, как их решить. Все зависит от внешних факторов, от внутренних наших факторов и от ситуации, которая развивается на текущий момент. Господин Раилян, я хотела сначала задать вам очень много вопросов по поводу сельхозпроизводства нашего, сельхозразвития. Но потом я передумала, потому что более детально я, наверное, эти вопросы адресую министру экономики, когда он придет к нам в эфир. Сельское хозяйство. Говорят, что в этом году все-таки год будет не таким урожайным, что год будет достаточно засушливым. Я не нашла более такой обширной информации по поводу того, в каком состоянии сейчас находятся наши земли и наш урожай. Но все же общие прогнозы говорят о том, что год будет непростым. Вот просто в общих чертах хотелось бы услышать ваше мнение, в каком состоянии сейчас находятся предприниматели в этой сфере. И вообще, какой год нас ожидает с точки зрения сельскохозяйственного развития? Ну, я вот позавчера встречался с предпринимателями в районе, в Неспорянском районе. И вот некоторые из них мне сказали, что они ставят на тот же уровень проблемы ковида из-за того, что закрылся бизнес, и с засухой, который сейчас нас ждет. То есть очень сложная, очень большая проблема, которая нас ждет. Но в отличие же от других предпринимателей, они же ведут свои работы. Да, они ведут свои работы. Мы встречались с сельхозпроизводителями, конечно, и там есть некоторые проблемы налогового характера. НДС 8 и 20% нужно решать этот вопрос. Также очень важный вопрос у сельхозпроизводителей – это доступ к воде. Очень важный вопрос. И вот вкупе с этим засушливым годом, который на нас приходит, опять же мы говорим, что этот кризис заставит нас по-другому решать вопросы, по-другому, другую систему ценностей иметь здесь. И инновации, как вы говорили, в угол поставить, в прямую инновацию. А не ждет ли нас продовольственный кризис? Ну, мы встречались с производителями. Согласно моим прогнозам, пока мы до сих пор нет таких опасений, что мы говорили. То есть продовольственная безопасность не стоит под угрозой на сегодня? Не стоит под угрозой, да. Есть некоторые моменты, некоторые страны, производители, такие страны, как Россия, Китай, и они, самое главное, производители гречки, они решили вот эту гречку не экспортировать. Вот есть такие оригинальные проблемы. А в остальном у сельхозпроизводителей ситуация больше связана с засухой. Понятно. Но какие страны на сегодняшний день лидируют из тех, которые принимают молдавские продукты? Говорят, что из ЕС, значит, спад экспорта в ЕС сократился, наблюдается спад и рост в СНГ. Это так или нет? Но цифры мы не можем еще иметь анализ, потому что посмотрим, сколько продлится кризис, посмотрим, насколько повлияют вот эти барьеры, которые приняли некоторые страны. И уже когда пройдет еще пару месяцев, от двух до пяти месяцев, мы уже будем иметь полную картину, его знаем. Но сейчас еще преждевременно говорить о окончательных цифрах, касающих экспорта и импорта сельхозпродукции из этих стран. Хорошо, господин Раэлян, вы очень много интересных проектов, о многих проектах сейчас рассказали. Много чего предлагаете и правительству, некоторые утверждаются в парламенте. Нет ли опасности того, что эти проекты снова будут заплакированы Конституционным судом? Ну, я опять же хочу сказать, что меня интересует политика. Я по призванию финансиста, экономист, я работаю по принципу, самое главное – это результат. Да, мне не интересуют ваши политические взгляды и оценки. Мне интересует то, насколько от этого страдает общее развитие и уровень экономики в нашей стране. Безусловно, не надо быть политиком или большим экономистом, чтобы понимать, что если ты предлагаешь какие-то проекты, и они застопорились, это все потом влияет на экономическое развитие страны, на благосостояние граждан. Мы, Министерство экономики, кроме текущих проектов, о которых я говорил, вводим 20 миллионов. Вот еще 2 миллиона было выделено мелким и среднему бизнесу для компенсации аренды в этот период с ковидом. То есть такие целенаправленные. Но кроме этих проектов, у нас есть большие проекты. Проекты по инфраструктуре в телекоммуникации – очень важный проект для страны. Также очень сложный и большой проект – это проект закона урбанизации. В этом проекте мы хотим предложить, если вы помните, в 2016-2017 году, из 450 обязательных документов после гильотины и создания программы SeaJab, они дошли до 150 документов. Мы здесь тоже хотим опять в два раза снизить эти документы, чтобы было все оцифровано. Это очень сильно поможет бизнесу и простым людям облегчить жизнь. Также у нас на подходе есть код Ферровиар, код Рутьер – очень важный продукт и важный закон. И вот все эти проекты, если мы воплотим в жизнь, обязательно скажутся и на благосостояние граждан, и на экономику. И это очень важно, чтобы нас поддерживали наши законодатели, чтобы, безусловно, это скажется на развитие страны. – Я вот слышала о том, что вы сейчас просто сказали про аренду, и я вспомнила, у меня были такие даже мысли, но я не знаю, может, это глупый вопрос, что в свободных экономических зонах и вот в этих промзонах, которые уже были созданы, там очень-очень много помещений, которые так и не арендованы, и никто их не использует никак. Как нельзя ли выработать какие-то идеи, чтобы люди, которые желают заниматься бизнесом, чтобы им дать какие-то каникулы по аренде или предоставить какие-то супер-супер условия для того, чтобы все-таки эти зоны, так скажем, были задействованы не только инвесторами иностранными, но и местными инвесторами? – Ну, вот я говорил, что я был в Неспоренах, был в инкубаторе Неспоренах, там, где есть бизнес, который начинается. Вот мы пришли там с предложением снизить часть аренды или отложить часть аренды. Также здесь я на следующей неделе посещу самую большую экономическую зону в Бельцах, даже начнем думать, потому что возможно все, возможно все, и каждая рациональная идея, конечно, она будет реализована, но в зависимости от финансовых, скажем так, возможностей, которые у нас есть, и обязательно любое рациональное и логическое решение будет внедрено. – Скажите, вот все-таки многие моменты зависят от того, как будет развиваться дальше ситуация, связанная с пандемией, но какие у вас уже есть какие-то ближайшие перспективы? Когда начнет открываться все-таки бизнес, и какие сегменты из них будут открываться, и когда это произойдет, есть ли какие-то ближайшие? – Ну, у нас через комиссию, у нас обычно раз в два дня происходит комиссия, и мы делаем анализ и в зависимости, как эволюционирует… – А вот на сегодняшний день какая ситуация? Она хорошая или относительно плохая? – Ну, конечно, очень… Вот, например, с 27 апреля открываются все остальные магазины. Но я хочу напомнить… – Но не Хореку. – Да, к сожалению, не Хореку, потому что ситуация еще… Мы не должны еще… Не можем такие большие расслабления давать. Но, как я и говорил, с 27 апреля открываются магазины, которые продают уже не продовольственные товары, но те магазины, которые не находятся в рынках и в моллах. Вот это важно. – То есть крупные торговые центры и рынки еще не открываются? – Еще не открываются, да-да-да. Но это я вам, как и отмечал, для нас сейчас главное здоровье и жизнь людей. Ну и, конечно, мы должны думать о экономике. Каждый раз, когда есть возможность, обязательно делаем очень тщательный анализ. Идем навстречу предпринимателям. И, например, это магазины по одежде, обуви. Сейчас уже люди начнут, хотят купить что-то. И вот для этого мы начинаем понемножку… – Ну, у нас есть 15 мая. Мы надеемся, что 15 мая у нас ситуация закончится. И вот тогда уже весь бизнес, все 100% начнут работать в полную мощь. – Хорошо, господин Релян, но все-таки пострадают. В любом случае, вы сказали, что рынки крупные, моллы, магазины не откроются. Но вот особенно волнуют рынки, потому что там все-таки основная масса патента обладателей. Какая их поддержка, может быть, ждет? Или думаете ли вы о каких-то мерах, чтобы их как-то поддержать? И второй момент – это развитие местного сельского туризма. Так скажем, на протяжении уже нескольких лет страна делает ставку на развитие этого сельского туризма. И сейчас эти люди и эти предприниматели, которые это все развивают, они очень сильно, естественно, страдают. И хотелось бы узнать, предполагаются и для них какие-то меры поддержки? – Обязательно, обязательно. На этой неделе, даже вчера я встречался с нашими партнерами, с USID. У нас есть очень хорошие программы по поддержке и in-going бизнеса в туризме. Есть программы по поддержке вот этого туризма, когда турист приезжает сюда, в Молдову. Буквально есть технические моменты, когда им помогают даже находить клиентов напрямую. И через какие-то другие там программы. Безусловно, у нас есть и для них программы с нашими зарубежными партнерами. И у ДИМ, агентство по инвестиции. И вскоре, на следующей неделе у нас будет встреча. Мы хотим начать уже по программу e-commerce, где будем им предлагать электронные площадки, где они смогут продавать свои продукты. Помогать им создавать веб-сайты, помогать информационно, как продвигать свои товары. И эти веб-сайты соединять на какие-то маркетплейсы, так называемые. То есть у нас и для этого есть видение, есть программы, как помочь и сельхозпроизводителям, особенно мелким и средним. И также предпринимателям, которые хотят развить свой бизнес в сфере туризма. Понятно. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы у вас спросить. Говорят, что все-таки нынешний Кабмин, вообще Кабмин весь получил очень неприятное наследство от правительства ваших предшественников, от правительства Майи Санду. Хотя уже не блока Кум, конечно, но депутаты из оппозиции говорят, что в тот момент, когда были они, что все было очень хорошо. Кто прав и вообще какое наследство вы получили? Ну, мы сейчас, наша команда, мы работаем на результат. То есть я бы хотел, чтобы наши сограждане обсуждали нас и говорили о нас по результатам, которые мы оставим. То есть мы сейчас сконцентрированы больше на планы по, текущим планам по ковиду, помочь нашим предпринимателям, бизнесу, нашим согражданам. А также у нас, как я и говорил, очень много больших, хороших, перспективных проектов. И мы будем концентрироваться на развитии этих проектов. И пусть наши сограждане потом нас и обсуждают, и оценивают по результату нашей работы. Дают оценку. Хотя я отмечу, что вы попали как раз в ту ситуацию, когда я думаю, что вам приходится как минимум в два раза сложнее, чем остальным вашим предшественникам, учитывая ту ситуацию, которая сегодня сложилась в мире. Вот вы как менеджер, какие уроки вообще вы считаете, что, оказавшись в этой ситуации, какие уроки вы считаете, что страна должна извлечь вот из той ситуации, в которую мы попали? К чему мы должны быть всегда готовы? К чему мы не были готовы? Вот какие выводы вы для себя, может быть, сделали? Ну, для меня лично, и, конечно, как министр экономики, как я и говорил, система ценностей немножко поменяется, да. Жизнь показала, и ситуация показала, что мы должны быть более мобильными, что время очень важно для нас. Конечно, инновация, беря в учет опыт других стран, страны из Балтии, где экономика давно уже оцифрована. То есть мы должны двигаться быстрее, чтобы сделать так, чтобы и, как вы говорили, и таможня, и почта, и некоторые предприятия были настолько инновационны, чтобы, несмотря на любой кризис, что бы ни произошло, мы были бы очень мобильны и быстро поменяли иногда даже и квалификации, ориентацию, чтобы экономика держалась на плаву, и граждане не чувствовали так сильно эффект любой, любого кризиса, который бы не произошел. А есть у нас на это ресурсы? Не только экономические ресурсы, но и человеческие ресурсы. Но экономически, конечно, это вовсе. Вы правы. Мы Молдова по сравнению с другими странами, где нет ископаемых, нет газа, нет других. Самый главный ресурс – это наш человек, да, и мы должны быть бережливыми. Особенно после событий с нефтью, да, мы понимаем, что если поважнее. Да, да, да. И если мы будем усердно работать все в одной команде, то обязательно придут и хорошие результаты. Спасибо вам огромное, господин министр, за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Буду рада вас видеть вновь в нашей студии, и буду очень рада успехам Министерства экономики, потому что от ваших успехов, естественно, зависит благосостояние и наш уровень жизни. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. Всего хорошего. Дорогие телезрители, напомню, что в эфире была программа «Главная». И сегодня у нас в студии был специальный гость министр экономики и инфраструктуры Республики Молдовы Сергей Раэлян. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова